Всем привет! Привет, девчонки! Меня зовут Инна. Сегодня видео такое, знаете, о наболевшем. Почему о наболевшем? Потому что, когда я затеваю какое-то болтологическое видео, оно у меня настолько сидит в голове, я не могу спать, я не могу вообще есть. Оно у меня постоянно крутится, мне хочется высказаться, мне хочется поделиться, мне хочется высказать свою точку зрения, потому что, ну, не могу я это держать в себе, и то, что я не сплю, это в прямом смысле слова, когда вот какие-то темы наболевшие, типа, вот знаете, когда я снимала видео замужества, там, выходить замуж или нет, я не люблю праздники, и я даже вот, когда я ловлю себя очень часто, когда я бегаю, я постоянно прокручиваю эту тему в голове, потому что я хочу выплеснуть, очистить свой мозг и не думать больше об этом. Поэтому сегодня я хочу поговорить на такую тему, должна ли женщина работать. Мне кажется, те, кто знают меня, они, в принципе, уже будут знать ответ на этот вопрос. Сейчас я на него отвечу, но прежде чем на него ответить, я скажу, что я посмотрела два-три видео на эту тему, и уже с первого видео, которое я слышала, слушала, да, я уже точно знала свою точку зрения, точно знала, что я не согласна с тем, что говорит девушка на видео, и я скажу, что, естественно, женщина работать должна. И объясню это естественно же, то есть, у меня не голословно, я все объясню, подтвержу фактами. Девчонки, я сейчас буду говорить не просто вот потому, что мне захотелось это так сказать, потому что я так считаю. Я это говорю на фактах, я говорю, потому что жизнь такова, я это говорю, видя из реалии жизни, почему так происходит. И, ну, как бы неспроста, да, очень много, да что там уж очень много сейчас сплошь и рядом, вот эти вот наболевшие такие вот, да, темы, вот эти мужчины-женщины, дележки какие-то, кто больше, кто меньше. Речь даже пойдет не о том, кто больше должен зарабатывать, просто должна ли женщина работать. Почему я считаю, что должна, и почему я не согласна с теми людьми, которые считают, что нет, она не должна работать ни в коем случае. Как говорила вот девушка, которую я смотрела, она говорит, девушка, это цветочек, и ее должны поливать, и на нее должны любоваться и молиться Богу, что такое создание вот на земле есть, и оно такое прекрасное, и мы должны украшать мир. Скажите, пожалуйста, кому вообще, какой мужик захочет вот этот цветочек, который, да, должен украшать мир и, по сути, вообще ничего не привносить в этот мир. Знаете, и когда еще говорят, что так испокон веков, так у нас принято вообще вот в мировой вот этой эволюции, что мужик всегда был добытчик, а женщина всегда была домохозяйка, то есть и этого надо придерживаться, и вот они говорят, а мужик всегда был добытчиком, и он должен зарабатывать деньги и обеспечивать, и содержать свою семью. Ну, так а чего же вы не продолжаете тогда, что женщина всегда была домохозяйкой, домработницей, вообще там слугой, рабыней и так далее, то есть что она должна делать все остальное, но не зарабатывать деньги. То есть он приходит, кидает и этого мамонта, и ты делаешь просто все остальное. Вы так хотите? Лично я нет. И если уж говорить об обязанностях, да, вот этих вот, о делениях обязанностей, там мужик должен, например, зарабатывать деньги, женщина должна мыть посуду, убирать, стирать, воспитывать ребенка, делать с ним уроки, все-все-все остальное, то, ну, где же получается это равноправие? Равноправие. Равноправия никакого нет. Мое мнение, и я сейчас построила на своем мнении свою семью, свой, ну, как сказать, вот свой такой статус семьи сделала, свою такую вот семейную традицию, все семейные обязанности, что касается ребенка, что касается быта, они делятся напополам, я не признаю то, что женщина должна готовить есть. А если она не может физически приготовить есть, если она, например, на работе, где-то занята, у нее какие-то обстоятельства, то есть что мужик должен прийти и сидеть, и Богу молиться, и вечером должен быть скандал, что женщина не приготовила есть, конечно, нет. А если женщина, ну, не дай Бог, там, ну, что-то там произошло, там, заболело или что-то, кто ребенку будет готовить есть, кто за ним будет смотреть, кто с ним будет делать уроки, поэтому вот эти вот обязанности, что касаемо ребенка, они должны были быть поделены абсолютно поровну. Если уж мужчина и женщина решили обзавестись семьей, детьми, домом, бытом, то все должно быть поровну. Есть у меня возможность, я приготовила сегодня обед, нет у меня возможности, ты приготовь обед, не вижу в этом никакой проблемы, никакой трудности и никакого вообще страха. Есть у меня возможность поделать уроки, я делаю. Например, я вижу, что чем-то муж занят, у него какие-то дела, что-то нужно починить там по машине, что-то нужно поделать, естественно, я буду делать уроки. У меня лучше получается делать более письменные уроки, естественно делаю их я, у него получается делать более устные уроки, какое-то чтение, какие-то пересказы, я поделала устные, пошла заниматься своими делами, в конце концов там умыться, принять душ, остальное доделывает он, и все должно быть гармонично, поровну, никаких не должно быть, а я это вот делал, а ты это должна, а я это делал вчера, значит я не буду, я не вижу в этом никакой проблемы, вымыть за собой посуду, или даже не за собой, просто все пообедали, и например, я просто привожу примеры, я говорю, ой, ну вот просто хочется сесть сейчас, и вот просто вот немножечко отдохнуть, а он говорит, ну иди отдохни там, я помою посуду, я не вижу в этом никакой проблемы, или же наоборот, то есть для меня уборка, готовка, это не что-то напряжное, я это делаю, между прочим, само собой, как чистить зубы, то есть это для меня стало не напряжкой какой-то, это просто обычный процесс, который ежедневный, автоматический, то же самое приготовить, покушать, то же самое сделать завтрак, и когда делят обязанности, что так, я зарабатываю деньги, значит ты делаешь все остальное, и женщина покорно кивает, и она не может работать, потому что вот этих гребанных домашних бытовых дел больше в 10 раз, чем нежели бы ты работала, и получается, что, ну человек проживает как-то вот жизнь, понимаете, в этой семье, то есть мужик, да, он цветет и пахнет, он развивается, он общается с людьми, он на виду, он владеет деньгами, он зарабатывает, он может тебе позволить все, ты просто ждешь, ждешь, ты знаешь, даже если, я знаю такие семьи, где женщина может пользоваться его карточкой запросто, и не там, не предупреждая, не говорить об этом, но понимаете, это как-то низко, это не по-честному, я бы сказала, не по-честному, не потому, что он зарабатывает, а ты тратишь, не по-честному, что он может сказать, что я не делаю твои обязанности, потому что я работаю, а эти обязанности женские, они как раз-таки должны быть напополам, то есть это семья, это бытовые такие вещи, в которых должны присутствовать два человека, обязательно, мужчина и женщина, и не должно быть никакой дележки, в кружок завела я, назад забирает, например, муж, потому что другие какие-то дела, обстоятельства, и не всегда получается это делать только женщине одной автоматом, только лишь потому, что она женщина, и она не работает, и вы знаете, на моих глазах я видела, как разрушилась семья, где, естественно, женщина не работала, и ничего не предвещало вот такой вот, такого финиша, такого финала, и когда ты, получая вообще, как сказать, вот за бортом оказываешься, и ты не приспособлен вообще ни к чему, то есть прошло время, прошел десяток лет, которые ты не работала, ты не имеешь вообще представления, с чего начать, куда влиться, хотя у тебя есть образование, там, высшие, все эти корки, дипломы, но все, ты в то время, когда нужно было приучить себя к этой движухе, к этому движению, к этому темпу жизни, к этому, теперь это уже необходимый темп жизни, что мы должны крутиться, женщина не должна быть вот этой собачкой, понимаете, которая, ой, я продолжу свою мысль, который я оставила, и когда женщина вот оказывается за бортом, и ей нужно вливаться, искать работу, вообще привыкать к этому, девчонки, это очень страшно, это очень непривычно, это вот просто жизнь до и после, и более того, я не понимаю мужиков, которые, и женщин, которые говорят, мне мой муж не разрешает работать, он меня обеспечивает, и он не позволяет мне работать, это просто за гранью моей, моего разума, как можно не разрешать женщине не работать, она хочет развиваться, она хочет показать себя, она хочет быть умницей, она хочет быть нужной, полезной, она хочет развиваться, она хочет быть личностью, а вы, мужики, из-за своего эго, из-за своей ревности, 100% необоснованной, вы запрещаете, вы ее запираете в клетку, и она просто там тухнет, понимаете? И вам по факту-то и сказать о ней нечего. А чем занимается твоя жена? А моя жена нигде не работает, она вот сидит просто и ноготочки вот подпиливает с утра до вечера. И если вам хочется иметь такую женщину, ну меня, конечно, мало смотрит мужиков, то это вам огромный минус, вы просто имеете собачку такую вот, знаете, которую нужно... Вот действительно, как говорят, а меня муж содержит, вот это вот страшное слово «содержать», оно меня сразу ассоциация, вот как, знаете, вот человек с ограниченными возможностями, да, который вообще не может ничего делать, и его нужно содержать. И вот у меня такая вот ассоциация, вот содержание. То есть здоровая, полноценная женщина, которую нужно содержать. Это очень страшно, это очень низко. Я, может быть, буду груба в своих вот этих, да, выражениях, что я сравниваю там с собачкой, с растением таких женщин, но, тем не менее, я это говорю, исходя из фактов. То есть, когда вот, знаете, я смотрю там «Дом-2», да, на этих красоток, которые пришли выбирать богатого мужа, и она вся такая красавица, и ты должен меня выбрать только потому, что я очень-очень красивая, и тебе не стыдно будет со мной выйти в люди. Стыд-позор таким мужикам, которые, знаете, вот этих собачек, которые, понимаете, она бесполезная, она просто, ну, красивая, милая девушка. Ну, вот, опять же, вот, ну, собачка напрашивается мне на язык это слово, которую нужно одеть, покормить, причесать красиво, сделать красивую прическу, сделать красивые коготочки и вывести в люди погулять, показать ее, какая она у меня красивая, и пошла дальше домой. Опять мужик работает, женщина ходит такая по магазинам, шмотки выбирает, тратит деньги. Вы знаете, может быть, многие сейчас скажут, ты просто не жила такой жизнью, поэтому тебе завидно, и поэтому ты так говоришь. Вы знаете, девчонки, у меня была возможность пожить такой жизнью, и через три дня я была просто волком. Я ощущала свою никчемность. Вот это самое основное. Да, ты ходишь, тратишь деньги. Да, там тебе, ты можешь позволить себе купить и то, и сё. Но в подсознании ты просто ощущаешь себя растением. Ты присасываешься к человеку, от которого питаешься, и понимаешь, что рано или поздно это закончится. А это закончится, потому что ему такие растения не нужны. Мужик хочет иметь достойную женщину рядом с собой, который бы он смело и не стыдно мог сказать своим друзьям, своим родственникам, что «а моя жена вот то-то, то-то делает, а моя там жена та-та-та-та, и она успевает всё, и мы вместе делаем всё, и работаем, и зарабатываем, и всё мы делаем абсолютно вместе». Естественно, я не говорю, кто должен больше зарабатывать, кто меньше. И вообще это не моё вообще дело. И я вообще не лезу в какие-то моменты, что я должна учить и говорить. Поэтому девчонки взяли, встали. Это вообще я этого не хочу делать. И ни в коем случае не подумайте, что я агитирую и заставляю. Вы сами выбираете. Я лишь просто говорю своё мнение и своё видение этого. Естественно, исключение составляют женщины, которая в декретном. То есть, ну там, я просто знаю, это не подослышки, что ты просто реально связан по рукам и ногам. И то, насколько я знаю, в нашем городе девчонок, которые в декретном, у всех у них просыпаются какие-то неистовые таланты во время декретного, потому что крышу рвёт так, что делать просто хочется хоть что-то. Они начинают печь, вязать, шить, делать маникюры, педикюры. Они заниматься фотографией, заниматься каким-то декором, дизайном. Что только они начинают делать. Девчонки, они начинают создавать интернет-магазины, заниматься секондом, заниматься какой-то продажей через интернет-магазины. Они, у них, им хочется работать. И я восхищаюсь такими людьми. Я восхищаюсь, что они мало того, что воспитывают ребёнка, да, сидят декретом, они ещё хотят быть значимым, они ещё хотят быть, хотят ездить, отдыхать, хотят не просить и не ждать этих денег от мужа. А как бы то ни было, даже если вы располагаете карточкой мужа, всё равно вы уже в долгу. Девчонки, не надо мне только говорить, что муж и жена, и это вот всё, и тут не должно быть никаких слов типа там долг, это всё одинаково. Всё равно будут претензии, всё равно будут какие-то объяснения, потому что каждый рассчитывает на своё, у каждого могут быть непредвиденные обстоятельства, это и какие-то крупные покупки, и какие-то и поломки, и что-то надо чинить, и что-то надо непредвиденно покупать. Поэтому вот эти вот быть в долгу – это самое-самое страшное. Никто никому ничего не должен. Женщина должна быть значимой, она должна быть личностью, она должна развиваться, она должна показывать мужу, что она достойна быть рядом с ним и достойна иметь такого человека рядом с собой, а не наоборот, что я такая красавица, и вот я буду молиться в подсознании, чтобы, не дай бог, не быть брошенной. А мне кажется, процентов 90 в итоге будут брошены, потому что мужику, в конце концов, это надоедает. Таких вот красивых собачек вокруг и около вот просто вот столько, даже больше, даже их вот столько, их просто с головой. И когда у мужчины есть власть в виде денег, в виде связей, он все-таки человек, ну так сказать, на виду, у него есть много знакомств, много каких-то связей, и получается, девушка рано или поздно, она останется в тени, и появится новая вот эта собачонка, помоложе, покрасивее, которая будет, присосется, вы знаете, как растение, да, как сырняк к растению, который питается от растения до поры до времени. Девчонки, у меня была клиентка, естественно, я все завуалирую, чтобы это было непонятно, но она не из нашего города, поэтому точно никто не поймет, и она просто пришла и высказалась мне, просто, понимаете, у человека наболело, накипело, тоже состоялся развод после большого количества лет семейной жизни, она нигде не работала, она нигде не работала, и она говорит, самое, больше всего, о чем я жалею в жизни, это то, что я согласилась на его условия не работать. Да, мне было прикольно, я сижу дома, мне никуда не надо, я занимаюсь домом, хозяйством, готовлю, встречаю, провожаю, все чисто, все классно, дети. И потом, когда произошла вот эта измена, и она говорит, я поняла просто, что я безвластный человек, и что когда у человека есть власть, ты просто никто. Она тебя рассказала, я не знала, с чего начать, я не знала вообще, с какой стороны подойти, вообще, как подступиться, я не знала никого, я просто от родителей до дома, от дома к родителям. И она говорит, ни в коем случае нельзя сидеть просто и молиться на этого человека, что, о боже, какой у меня классный муж, он работает, он меня содержит, семью, а я ничего не делаю. На мой взгляд, это самое страшное, что может быть, вот это вот быть на вот этом содержании, быть на вот этой обеспечении, так сказать, да, на вот этом государственном. Это все до поры до времени, это ни в коем случае нельзя делать. Опять же, это я говорю просто общими такими словами, я не заставляю вас это делать, каждый делает свой выбор. Кто-то априори хозяйка, то есть она не будет работать никогда в жизни. Есть люди, которые просто не приспособлены работать, они будут менять тысячу работ, будут какие-то причины постоянно искать и оправдывать себя, почему они не работают, потому что тяжело, потому что маленькая зарплата или там еще что-то. Есть люди-трудоголики, которые будут работать всегда и кем бы то ни было, и где бы то ни было, лишь бы уравновесить вот это. Ну, как сказать, это же все в семью, это же все в семейную копилку. Это все равно лучшее, то есть хуже же не станет никому. Вопрос времени свободного, я считаю, он решается просто вот так на раз-два. Просто создать режим, правильно сделать расписание дня, расписание вообще своего режима, и на все абсолютно будет время. И на детей, и на спорт, и на мужа, и на работу, и на учебу, и на дом, и на все остальное. Поэтому, девчонки, никогда не была согласна с тем, что женщина не должна работать. Всегда восхищалась людьми. Ко мне приходит очень интересная, вот недавно была студентка, очень интересная девушка, которая учится и работает. Она говорит, я чувствую себя свободной, когда я работаю. Я понимаю, что я могу позволить себе все. Мне не надо просить у мамы. Я освобождаю маму от этого. Хочу быть значимой. Я хочу нести какую-то пользу. Я хочу от этой пользы тоже иметь пользу, да, зарабатывать деньги, позволить себе все, что угодно. И я, естественно, с ней очень согласна на все 100%. И когда же наоборот ситуация, да, когда вот бездельники вот эти вот сидят, я, во-первых, не вижу ничего плохого в том, что работает женщина, потому что все-таки это облегчает и какую-то финансовую задачу на сторону семейной жизни. И все-таки взаимодополнение всех вот этих сторон ты немножко дополняешь своего любимого человека. Он тебе помогает, опять же, в каком-то потомом вопросе. И когда это вот все уравновешено, когда это все вот так вот сбалансировано, когда это все вот так уже выровнялось и определилось, кто за что отвечает в какой-то степени больше или меньше, но с большего вот все равно все равноправно, то есть все одинаково. Это великолепно, это прекрасно, я не вижу вообще ничего плохого в этом. И утверждала, и утверждаю, и, может быть, у меня такое, знаете, мнение, потому что я тоже очень-очень рано начала работать, и я просто, девчонки тоже, вот как сейчас я помню, у меня выросли крылья за спиной. Я подумала, блин, ну какой же это кайф. Вы знаете, все мы всегда в детстве, и я в том числе, хотим встретить принца на белом коне, чтобы не работать, чтобы он нас обеспечивал, и все было так классно, но это самое страшное, что может быть. Когда ты никто, когда тебе нужно заискивать, да, перед мужем, перед парнем, там, перед не знаю кем, все равно это искусственно будет созданное, потому что человек, который не работает, он все равно будет подмят под человека, который его обеспечивает. Ты не будешь иметь слова, ты не будешь иметь каких-то требований к этому человеку, потому что ты подмят, ты уже изначально поставила себя на уровень, что ты всегда должен, и поэтому сиди тихонько и ротик закрой, и делай то, что ты выбрала. Знаете, в наше современное время, да, все-таки опять повторюсь, что мы живем не в век динозавров, и век динозавров уже давным-давно сменился, и у нас уже нет никакого вот тех вот привычек, которые делали, да, динозавры и пещерные люди. В наше время вот так вот все должно крутиться, все должно вертеться, все просто ритм жизни сумасшедший, темп сумасшедший, нужно все успеть, все попробовать. Очень много жизней предоставляет возможностей узнать, обучиться, попробовать что-то нового, интересного, заработать. Вот оно, пожалуйста, на, делай это. Но у каждого свой выбор, каждый выбирает свою дорожку сам. И мне бы было очень-очень стыдно, если бы мой муж говорил, например, там, своей маме, привел домой и говорил, а кем твоя девушка занимается? И знаете, как сейчас модно говорить, а она модель. Это вот прям вообще убивает полностью, то есть это, ну, можно обобщить и сказать, ну, бездельница, значит, полная, полнейшая, да, а я модель. И я бы просто со стыда сгорела, если бы я нигде не работала и обо мне бы вот так вот считали. Ну, и вообще, даже честно говоря, таких людей-то и не знают. Если человек не работающий, он сидит дома, он, как правило, серая мышь, и никто о нем не знает, и никогда он не на виду, и никогда и знать не знают, что за такой человек, где он вообще обитает, и как его зовут. Ой, девчонки, я высказалась, мне прям стало легче. У меня так долго сидела эта тема в голове, сегодня я думаю, что я буду спать спокойно, сладким сном, потому что прям вот о наболевшем. Высказала просто сугубо свое мнение, и можете писать комментарии, можете высказывать также свое мнение. Причем, знаете, когда я читала комментарии той девушки, да, которая говорила, что я цветочек, и меня должны поливать, и вот и все, и смотреть на меня. И там вот подобных комментаторщиков было просто тьма-тьмуща, которые были согласны и говорили, я как вспомню, когда я работала, довкалывала, как сумасшедшая, это было так тяжело, так трудно, а сейчас я ничего не делаю, и мне так классно, так хорошо. Я не говорю о вкалывании, о разгружании вообще вагонов. Работа может быть абсолютно любая, но она должна приносить кайф, она должна приносить на первом месте удовольствие, на втором она должна приносить деньги для того, она и работа, чтобы мы зарабатывали, а не, знаете, КПД вот этот, который равен нулю, да, ты вкалывал там 12 часов, а на исходе вообще ноль. Там тебе разошлось там деньги на проезд, на питание, и все, и как бы получается по факту-то ты работаешь просто за еду. Поэтому работа работе рознь, и это не в прямом смысле слова, что мы должны там вкалывать. Естественно, вкалывать это тоже очень-очень тяжело, но смысл всего моего высказывания в том, что все должно быть взаимодополняемо и взаимопомогаемо друг другу. Никто никому не должен, все должно быть обоюдно, согласовано, вместе, мирно, дружно и одинаково. То есть, наоборот, должен быть какой-то интерес. А вот мне хочется вот с ребенком то-то поделать. Так, все, ты поделала уроки, все, я пошел там теперь в мяч с ним играть. Или, наоборот, я там выпроваживаю, идите вы там куда-нибудь сходите погулять, и я уберу. Или же, наоборот, я звоню с работы, приготовь, пожалуйста, суп, потому что знаю, что на обед нечего есть. Ничего не вижу в этом сложного, сверхъестественного. Мужики должны уметь делать все, потому что в жизни бывают ситуации разные. И это, понимаете, если он не умеет готовить есть, то это скорее ему минус. Фу, высказалась. Пишите мне, что хотите, пишите свое мнение. Но я от своего мнения не отказываюсь. Бездельники, тунеядцы, это не мои лучшие друзья. Не хочу с ними иметь дело, не хочу быть с ними знакома. И никакой пользы они не приносят, и никакого интереса они тоже не приносят. Только что и могут там покрасоваться с собой, да, как на этом Доме-2, вот эти девчонки. Это настолько стало, понимаете, низко, что я смотрю, что не мужик добивается женщину, потому что она успешная, красивая, при деньгах, работоспособная. Она личность, она, у нее есть свое слово, и мужик должен ее добиваться, так как это было всегда, и так как это происходит вообще по стандарту, да, в мире. А сейчас они вот такие вот, и они за этими мужиками вот так вот бегают, и раскопущиваются там перед этими мужиками, только лишь бы он был с ней, и лишь бы вот эту вот красоту никто не затмил. И это очень, так, знаете, наблюдать настолько вот мерзко, настолько некрасиво, и мужик, естественно, хочет иметь не собачонку такую, а он хочет иметь достойную себя женщину. Чтобы восхищаться ей и гордиться, и сказать, что это моя девочка, и я ей очень дорожу, и очень боюсь ее потерять, потому что она действительно значимый человек, она стоящий человек, она личность. Она не никто, она вот столько, вот столько, вот столько значит, и она все умеет, все может, все знает, и если вдруг, не дай бог, что там с мужиком там или что-то, что всегда придет на выручку, и всегда все это будет вместе, совместно и пополам. Вот, и поэтому вот этим собачонкам чао-чао, бай-бай, всем пока! Субтитры подогнал «Симон»